Всем привет, это Костик и вы смотрите мой видео дневник. Долгое время я им не занимался, потому что начал развивать его с другом, можно так сказать, а потом уже вот мы решили вместе не заниматься видеоканалом и как бы видео дневником я тоже не занимался. Сегодня я решил оживить данную страничку на канале, вот и сегодня я хотел бы рассказать о чем. Сегодня я расскажу о подписке PlayStation Plus, на приставке PlayStation 4. Вот, очки я одел просто глаза, сейчас сонные какие-то. Вот, ранее я брал подписку на год, то есть с мая прошлого года по, получается должно быть мая этого года, но мне дали еще три месяца бесплатно. Вот в августе у меня закончилась подписка и в сентябре я решил не продлевать ее, потому что ну за год мне дали там буквально пару игр всего прикольных вот, в которые действительно можно играть. А та фишка, которую еще дает данная подписка, а именно возможность играть по сети я ей пользуюсь редко. Ну, как правило, люди, с которыми по сети попадаются, мне не очень нравится. Вот, в FIFU играл по сети, в Mortal Kombat, очень много вот дурных людей попадает. Это вот ладно, если есть какие-то друзья там, да, с ними по сети, вот, договориться, поиграть, это еще можно. Но так как-то мне не интересно, мне больше нравится проходить. Так вот, две игры, какие это было, Стив давали нам ее в январе, кажется, этого года, и For Honor, ее, по-моему, давали в феврале этого года. Вот. Ну и в сентябре прошлого года давали God of War, третий, но данная игра у меня была уже при покупке приставки, то есть я ее не считаю. Ну, можно еще добавить к этому списку Соника, которого дали летом этого года. А так, вот, практически одна чушь. Вот, в сентябре я уже, как вы видите, по плейлисту подписка PlayStation Plus, вот, на моем видеоканале. Вот. Если вы смотрите видео где-то на другом каком-то сайте, то, вот, видеоканал называется Мир Кайфов и Ништяков, так вот. В сентябре, там, дали какие-то две игры, я думал, они мне не пригодятся, то есть они какие-то вообще так себе. А вот, в октябре уже, вот, появляется две довольно-таки интересные игры, ну, уже появились. Я только сегодня взял подписку на месяц себе, вот, игры уже качаются. Это Бэтмен и Дарксайд третий. Бэтмена, вот, прикольно поиграть. Я, кстати, хотел как-то даже покупать себе эту игру. Особенно прикольно поиграть после того, как я поиграл в Человека-паука. Там также, вот, в Бэтмене должно быть большой город, можно перемещаться этим супергероем, там, наверное, открытый мир, тоже. Ну, пока точно не знаю, вот, когда уже будем смотреть игру, наверное, завтра, тогда вот, узнаем, открытый там мир или просто, ну, много места в миссиях. Вот. Дарксайд третий, мне что еще удивило? Совсем недавно я добавил в плейлист игры по подписке PlayStation Plus, Дарксайд второй, написав ранее по подписке. И вот, прям, через месяц Дарксайд третий дают, прям, совпадение такое интересное. Вот. Так что, вот, в этом месяце я возьму себе вот эти две игры, поиграю. И сделал я эту подписку не сразу, ну, не 4 октября, а вот только сегодня, получается, когда 8 октября. Сейчас вот проверим. Ну, уже наступило 9 октября, а сентября, то есть, да, все, перепутал месяц. С сентября, в августе мне дали, предлагали чушь какую-то, там, снайпер-элит и какие-то гоночки. Вот в августе я уже был без подписки, да, до августа была у меня ранняя подписка. Так вот, на чем я остановился. Почему я решил вот так вот пользоваться? Ну, во-первых, игры дают, вот, когда есть нормальные, тогда есть смысл покупать подписку. А, во-вторых, так выгоднее даже получается. То есть, я, допустим, 8 раз, если в течение месяца возьму, не 12 раз, а 8 подписку на месяц, то я заплачу примерно столько же, сколько стоит вот годовая подписка. Но я же не каждый день играю. Тем более, по CD почти не играю. И вот игры не всегда хорошие. Так что я решил, а, и вдобавок появилась вот подписка Electronic Arts Access, где вот можно вот за 1300 или 1700, уже забыл, вот, в августе или в июле где-то появилось, играть более 35 игр. Там еще, наверное, новый будет появляться. Вот сегодня появилась временная версия CanHale 20. То есть, там, по-моему, 10-часовая версия. Как-то вот надо будет тоже на днях ее посмотреть. Вот Диман придет в гости, с ним попробуем посмотреть. То есть, довольно-таки выгодно. Но вот в эти игры нельзя без PlayStation Plus подписки играть по сети, опять же. Вот. Ну вот, как-то так. Вот с такого видео я возрождаю рубрику «Видеодневник». Так что будем снимать, рассказывать. На этом пока что все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Да. Продолжение следует...